МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале ТВ5 итоговый выпуск новостей. В студии Игорь Билашев. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хочешь работать? Плати. Или осторожно, мошенники. Как не попасть на крючок аферистов? В ожидании инвестора. Гаражи, мусор и дом-фантом. Пляжный волейбол в Запорожье. Очередной тур чемпионата собрал рекордное количество участников. Страшно даже экстремалам. Самый опасный трюк в мире. Найти работу и не получить за нее деньги. А в некоторых случаях даже отдать свои собственные. Работодатель предлагает вам работу, но перед тем необходимо внести залог за материал. Эти деньги обещают вернуть и даже заплатить неплохую зарплату. Но в итоге люди остаются ни с чем. Юлия Козырятская изучила некоторые схемы работы мошенников. Вот такие объявления о поисках новых работников можно встретить чуть ли не на каждом шагу. Вам обещают высокую заработную плату и хорошие условия труда. Но в итоге, кроме обещаний, вы не получаете ничего. Татьяна работает контролером в Запорожгазе. Недавно у женщины родился внук и она решила подработать, чтобы помочь молодой семье. Я купила газету «Привоз» и начала искать предложения на подработочку. И нашла вот здесь написано три подработки. Расфасовка бюджетерии на дому, расфасовка гелевых ручек на дому, расфасовка цветных карандашей. И я решила, что я на полную ставку не смогу, допустим, работать, а подработать на полставочки смогу. Допустим, по ночам с 11 до часу, как у меня будет получаться. Женщине предложили расфасовывать цветные карандаши. За работу пообещали неплохие деньги – 1200 гривен в неделю и возможность работать на дому. Когда я начала заключать договор, я говорю, девочки, в неделю 1200, может быть, я по своим силам не смогу сделать. Давайте я на полставочки с вами заключу договор. Значит, когда на 1200 заключают договор, это 400 гривен. Нужно внести, заключая договор. А на полставочки – 200 гривен. И я должна была получать в неделю 600 гривен. Статьяна заключили договор и пообещали привезти материал к ней домой в ближайшие дни. Это было 22 мая я заключила договор. И нам сказали, что вам 28 мая курьер привезет на дом работу. Если вы чего-то не поняли, значит, курьер вам дообъяснит. Я ожидаю 28 мая. Работы нет. Рабочего материала не было ни на следующий день, ни через месяц. Тогда Татьяна решила пойти в фирму и расторгнуть договор. Соответственно, вернуть свои 200 гривен. Я взяла свой паспорт, этот договор взяла и поехала опять на рекордную 26А. Когда я поднялась на третий этаж, у них дверь была закрыта на замочке у них, вот такие кодовые замочки. Я набираю телефон, она поднимает этот телефон. Я говорю, девочки, я к вам приехала в офис, пожалуйста, двери откройте. По какому поводу? Я говорю, я хочу расторгнуть с вами договор. И начался смех. По телефону смех начался. Договор с Татьяной заключила фирма «Стройиндустрия компани» на предоставление консультативных услуг. Правда, женщине его преподнесли как трудовой договор. В Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц предпринимателей указано «Стройиндустрия компани» – агентство по трудоустройству и недвижимости. То есть о сборке канцелярских изделий речи не идет. Директор компании Юлия Звягина, она же исполнитель в договоре. Кто такая Юлия Звягина, Google знает хорошо. Ее компания «Стройиндустрия компани» обманывает людей во многих городах Украины. Винница. Винничан массово кидают на гроши. Спритни бизнесвумен. Севастополь. Псевдориэлторы обманывают севастопольцев на Ленина 48. Николай. В Николаеве процветает мошенничество с квартирами. Мы пошли в фирму и представились очередным клиентам. Сценарий один и тот же. Вся информация дублировала ту, что рассказала нам Татьяна. Правда, заключать договор с нами не собирались. А можно договор посмотреть? Договор, он у курьера, у нас нет. А залог я оставляю когда? Сейчас? Преодоление заявочки. То есть сейчас, да? На следующий день мы снова пришли в фирму. Только теперь представились с журналистами. Перед нами захлопнули дверь, но поговорили по телефону. Телекомпания ТВ5, можно поговорить с вами? Мы сейчас стоим возле вас. Я лежу в ванной. Возможно, мы можем связаться как-то с вашим директором? Я не могу, потому что директор... Такие мошенники работают в Украине давно. Обещают высокую заработную плату. В нашем случае 1200 гривен в неделю. То есть в месяц почти 5000 за сборку карандашей. Это при том, что среднестатистическая зарплата в Запорожье чуть больше 3000 гривен. Елена Усова работает адвокатом уже много лет. Говорит, это типичная схема мошенничества. Кроме того, по украинскому законодательству трудоустройство обеспечивается бесплатно. То есть платить работодателю за то, чтобы он взял вас на работу, незаконно. Если же будет массовое обращение граждан, которые действительно вот таким же образом были обмануты, тогда, может быть, и зарегистрируют в едином реестре досудебных расследований данное преступление и будут его расследовать. Мы просим всех пострадавших обратиться в правоохранительные органы и написать заявление. А тем, кто еще не попал на удочку аферистов, быть более бдительными и внимательно читать то, что подписываете. Юлия Козыряцкая, Сергей Чалый, Эдгар Копытов, Дарья Зарянова, ТВ5. Мусорный рай. Гаражный кооператив в Ленинском районе Запорожья утопает в мусоре. Его председатель не против арендовать и облагородить эту территорию, но все попытки добиться желаемого остались безрезультатными. За помощью мужчина обратился в нашу редакцию. В проблеме разбирался Станислав Пичурин. В 90-х годах на этом месте был гаражный кооператив «Автосвет». Срок аренды земли истек, и уже более 10 лет территория бесхозная. С 2011 года люди добиваются права аренды на этот участок, но все бесполезно. Те, кто оставляют машины в этом месте, облагораживают территорию, но кучи мусора постоянно растут. На данный момент нам никто не хочет с администрацией ни города, ни Ленинского района помочь. Как нам дальше быть, как нам пробивать. Если бы была у нас аренда, мы бы гарантировали, что здесь был чистота и порядок. Мы бы сделали забор, тем более мы никому тут не мешаем. Между частных домов мы стоим более 400 гаражей. Некоторые гаражи арендуют скупщики пластика, но неподходящий материал, который приносят люди, выбрасывают рядом с пунктом приема. Владимир говорит, сюда даже подъезжают машины и вываливают целые прицепы мусора. Председатель гаражного кооператива уже не раз обращался к чиновникам. Результатов нет. К СИНу мы обращались дважды. Ну, идет все по кругу, абсолютно по кругу идет. Сначала на земельные ресурсы, потом идет на архитектуру. Архитектура нам дала официальный ответ о том, что здесь будет строиться дом. В каком году и когда, никто ничего не знает. Почему участок не сдается в аренду, мы узнали в департаменте архитектуры городского совета. По генеральному плану развития города Запорожья, утвержденного в 2004 году, данная территория должна быть застроена высокоэтажной жилой застройкой. Существует проект жилого комплекса современного на этом месте. Металлические гаражи – это вынужденное решение тех жителей, которые там живут. В департаменте архитектуры посоветовали удостовериться, сколько гаражей фактически заняты машинами. В дальнейшем они могут быть перемещены на многоэтажные или подземные стоянки. На крайний случай автолюбители смогут воспользоваться охраняемой парковкой. Когда мы узнаем от вас, увидим, все-таки сколько есть реально машин ставится, будем искать вам участок, который или же будем какие-то пытаться составить договора с вами до начала капитального строительства. В данном случае есть просто 400 нарушителей законодательства. Они стоят самовольно. Галина Пальцева утверждает, если землю арендуют, металлические гаражи могут превратиться в постройки, а эта территория может понадобиться в любой момент. Тогда их придется сносить. Компромиссный вариант – оставить все как есть до прихода инвестора. Так же считают и юристы. Поскольку на сегодняшний день данная земля, несмотря на то, что она предназначена для строительства квартирного дома, она не востребована, то есть никто не роет котлован, не устанавливает ничего, и гаражи стоят, никто их не сносит, то в принципе пока можете пользоваться. Шансы получить территорию в аренду были возможными только при условии, если бы земля не имела целевого назначения, и город не планировал на ней какие-либо постройки. Станислав Пичурин, Константин Грушко, Константин Пороскевич, ТВ5 Проблемное решение. Сегодня депутаты Запорожского облсовета только с третьей попытки смогли утвердить проект, согласно которому предполагается укропнение территориальных громад региона. Теперь вместо 229 громад будет создано 69. При этом громады четырех районов области – Гуляйпольской, Пологовской, Приазовской и Великобелозерской – объединяться отказались. В дальнейшем вопросы укропнения будут рассматриваться сессии отдельно по каждой территории. Добровольное объединение будет только добровольным, и никакая влада не должна вмешиваться. Поэтому это будет проходить так, как прописано в законе. Я верю в то, что рано или поздно это будет. Другого шляха у нас нет. Почти полвека. Совету ветеранов комбината «Запорожсталь» исполнилось 48 лет. Руководство предприятия не забывает о старшем поколении металлургов. В торжественный день не мог оставить без внимания своих бывших коллег и главный инженер предприятия Владимир Буряк. Как поздравляли ветеранов, видел Анатолий Журавлев. Эти ветераны в свое время передали все необходимые знания молодым специалистам, которые сейчас продолжают развивать комбинат «Запорожсталь». С поздравлениями и подарками организацию в день рождения посетил Владимир Буряк. Чтобы вы еще более молодые были, я пришел вас поздравить с вашим праздником сегодняшним. От себя лично, от комбината «Запорожсталь». Ни один подобный праздник не обходится без подарков. Председатель Совета ветеранов получил сертификат на приобретение компьютера. Также членам организации вручили памятные книги. Предприятие – это как семья. И вот каждый член Совета ветеранов чувствует себя членом этой большой дружной семьи под названием «Запорожсталь». А создание такой семьи было бы невозможным без ветеранов. Именно они начинали внедрять новые технологии на комбинате. Ветеран – это человек, который прошел свой жизненный путь. У него есть свой опыт. Он может его передать молодому поколению. Это прежде всего по воспитанию патриотизма, который сегодня очень нужен в нашей стране в это нелегкое время. Свои поздравления получил и известный для работников комбината ветеран Мартеновец, заслуженный металлург Украины Константин Анода. С днем рождения. Спасибо тебе за те годы нашей совместной работы. Очень хорошие. Я очень благодарен тебе и за школу, и за науку. Ну, за все, за все. День рождения Константина Аноды совпало с днем основания ветеранской организации «Запорожстали». Правда, заслуженный металлург ровно на 10 лет ее старше. Надо же не верить, что я тоже стал ветераном. Хотя более 30 лет назад я пришел. И тогда в то время еще не подумал, когда ты придешь и станешь ветераном. Поэтому очень приятно за те человеческие отношения, которые есть на комбинате. И вы сегодня видели, что Владимир Викторович Буряк приехал лично, меня поздравил. Поэтому я очень благодарен. По традиции, встреча ветеранов комбината прошла в дружеской атмосфере. Анатолий Журавлев, Андрей Снисаренко, ТВ5. Все лучшее детям, показ мод в колонии и пиво для фанатов. Это и многое другое далее в нашем выпуске. Не переключайтесь. Уникальные раскопки на Хортице. Чем питались люди в четвертом тысячелетии до нашей эры? Вальнянск-Тувумба. Художественный мост сквозь время и континенты. Запорожье открылась выставка с любовью к Украине. Грезы с мотором. Или кто стал чемпионом пятого тура первенства по пляжному волейболу? Бэтмен существует. Доказано в Испании. Остров Хортица продолжает удивлять и раскрывать свои тайны. В ходе раскопок в балке генералка запорожские археологи обнаружили уникальные ритуальные комплексы эпохи ранней бронзы. Аналогов такой постройки во всем мире единицы. Сооружение датирует концом четвертого, началом третьего тысячелетия до нашей эры. Что скрывала в себе Хортица, знает Елена Назаренко. Археологические раскопки в балке генералка проводят уже 15 лет. Все это время по этой тропинке археологи ходили к реке купаться и даже не догадывались, что совсем рядом находится уникальный каменный комплекс. Найти его удалось благодаря обильным осадкам, которые обрушились этим летом на Запорожье. Земля в этом месте стала влажной и специалисты смогли прощупать ее глубже. Находка позволила историкам полностью оценить масштабы ритуального комплекса. Его датируют концом четвертого, началом третьего тысячелетия до нашей эры. В этом году нам повезло. Мы раскрыли каменную конструкцию. В основе лежит такая круглая яма, обложенная камнями. Это характерно для этого периода. Ну и сейчас мы ее исследуем. Посмотрим, что будет дальше. Ну, скорее всего, что это именно место, с которым наблюдали за звездами, наблюдали за какими-то изменениями. И это южная именно смотровая площадка, южная смотровая площадка всего памятника. Сейчас археологи выясняют, для чего именно предназначался этот каменный комплекс. Возможно, здесь было место для жертвоприношения или захоронения. Известно, что древние использовали эту площадку, в том числе и для наблюдения за небесными светилами. Все части комплекса четко ориентированы на стороны света. На сегодняшний момент мы в ней нашли обожженные кости, обожженный кремень и фрагменты керамики. Там могла произойти, ну, то есть, может быть, кого-то сожгли на стороне, была кремация, и остатки в горшке отправили туда. Я не уверен, что там будет именно погребение, потому что площадка всего меньше, меньше и меньше, и костяк там вряд ли появится. Вместе с историками и студентами в раскопках принимают участие ребята из новой археологической школы. Часть юных археологов приехала из Херсонской области. А найти каменный комплекс посчастливилось учителю, который привез ребят в экспедицию. Аналог, который есть только в Португалии, в Европе. И, по сути, мы сейчас в процессе ее исследования, и материалов очень много. Керамика, кремень, кости – это очень классно и очень интересно. Дети на это реагируют абсолютно в захвате. Они даже не понимали, что есть какая-то добра бронзы, что это были когда-то люди. Когда они видят, что мы эти камни вскрываем, и мы первые, кто видит их за 4000 лет, ну, они в шоке. Благодаря многочисленным остаткам керамики и орудий труда, историки сделали много интересных открытий о культуре ранней бронзы в нашем регионе. С помощью современных технологий даже через 4000 лет удалось выяснить, что готовилось в глиняных горшочках, найденных на острове Хортица. Мы получили огромную коллекцию, около 170 горшков, национальный заповедник Хортица мы сдали. Из них 20 горшков мы полностью склеили. Это такие высокие сосуды, около 40 сантиметров. Сантиметров нам в Великобритании по части сосудов их перемалывали. И по липидам – это такие элементы, которые сопутствуют пище, но не растворяются. И по липидам определили, в каких готовили свинину, в каких готовили молоко, в каких готовили какие-то другие продукты. За 15 лет работы археологам удалось изучить лишь 25% памятника. Удивительных открытий здесь хватит еще для многих поколений археологов. А запорожские историки уже этой осенью отправятся в Португалию. Будут изучать опыт иностранных коллег, которым удалось найти аналогичный памятник истории. Уверены, это поможет им лучше раскрыть и тайны острова Хортица. Елена Назаренко, Константин Грушко, ТВ5. Все лучшее детям. При этом особое внимание считает председатель Запорожской облгосадминистрации Григорий Самардак. Необходимо уделить семьям, родные которых погибли или принимают участие в боевых действиях на Донбассе. Сегодня губернатор вручил путевки в Международный детский центр «Артек» троим детям украинских военных. Этот отравительный центр создан на базе санаторного комплекса «Пуща-Озерна» в предместее Киева. А по приезду Григорий Самардак пригласил ребят поделиться своими впечатлениями. Те 21 день, которые вы там проведете, в первую очередь вы оздоровитесь. Конечно же «Артек» всегда славился своими программами. Программами воспитательными, программами соревновательными, программами развивающими и дружбу, отношения, и вас как личности. Я думаю, что вы приедете чуть-чуть другими. Полевые условия, палатки, дрова и узлы. Скаутский лагерь в Черниговской области посетили дети бойцов АТО. Несмотря на не самые комфортные условия, теперь уже юные скауты вернулись с массой положительных эмоций. Своим позитивом ребята поделились с нашей съемочной группой. Эти ребята приехали из мира игры и добра, с новыми знаниями и эмоциями. Дети бойцов АТО отдыхали в лагере недалеко от белорусской границы в Черниговской области. Любовь и желание помочь реабилитироваться семьям, отцы и мужья которых защищают Украину. Этим руководствовались организаторы мероприятия. Место, в котором находились туристы, волшебное. Уверены они. Это сосновый бор, в котором мы стояли, на берегу очень чистой реки. Река Деснам. Здесь ребята самостоятельно создавали себе комфорт в полевых условиях. Мы жили в палатках, готовили еду из рыбы и грибов, которые собирали сами. То есть там ребята научились всему. И даже те, которые поначалу, может быть, немножко ленились, в конце они великолепно справлялись с мытьём больших котлов, с приготовлением еды, костров. Рубили дрова и за четыре секунды научились делать спасательный узел. Катерина в таком лагере впервые. Эту поездку вспоминает с восторгом. Это всё организовано, ну как сказать. И на меловые карьеры сходили, там целые горы. И столько интересных камней. И вот с утра просыпаешься, открываешь палатку. И так вот леньки, потому что прохлада. И так свежо, роса и вид вот рядом десна. Перед твоими глазами лес. Кучу зверьков, мышей. А Светлана поехала в лагерь с двумя дочками. Её муж – командир группы в зоне АТО. Девушка благодарна за возможность отдохнуть в окружении приятных людей. И говорит, это помогло ей забыть о проблемах. Большое спасибо организаторам акции. Мы отлично отдохнули с детьми. Мы ходили в походы, отлично отдыхали. Готовили еду на костре. Для меня это как бы первый раз. Но мне очень понравилось. Спасибо всем. О нас заботились как о своих родных. Весь день в лагере был расписан по часам. Скучать не приходилось. А каждый вечер ребята делились эмоциями о прошедшем дне. Для них это было традицией. После ужина, вечером, когда уже темно, у костра собираются все дети. И они обсуждают данный день, который прошёл, передавая из руки в руки свечу. И при этом говорится не только хорошее, что было за этот день, что им понравилось, но и обязательно говорится, что не понравилось. Олег – один из организаторов этого детского отдыха. Он, как и другие, помогал создать праздник для детей. Уже сейчас планируют следующие путешествия. Я буду разговаривать и с организацией скаутами Запорожья, и разговаривать с другими ребятами, которые приходят из АТО, для того, чтобы они всё-таки побывали в таких поездках и прошли реабилитационный курс. Потому что это им необходимо. Хотелось бы, чтобы они влились в мирную жизнь более плавно, более цивилизованно, и чтобы общество наше их приняло. Организаторы уверены, проводить такие мероприятия для семей украинских военнослужащих важно и необходимо. Подобный курс реабилитации ничем не уступает тем, что могут предоставить в медицинских учреждениях. Из Австралии с любовью к Украине. В Запорожском областном художественном музее открылась выставка картин Виктора Грозного. Она посвящена 90-летию со дня рождения художника. Большая часть жизни нашего земляка прошла в Австралии и в многочисленных путешествиях. 60 картин экспозиции представляют красоту и разнообразие мира. Подробнее в сюжете наших журналистов. Эти работы появились здесь 15 лет назад. 320 картин Виктор Грозный завещал Запорожскому музею. Свои первые 17 лет жизни автор провел в хуторе «Зеленый» Вольнянского района. После переехал в австралийский город Тувумба. Практически всю жизнь посвятил путешествиям. Разнообразие мира и богатство его красок передавал на холсте. Они жизнерадостные, они полные любования миром. Они информационные, здесь визитные карточки тех стран, по которым он проехал. Он совершил буквально кругосветное путешествие, побывал в 18 странах. Никогда не продавал свои работы. Я знаю из его биографии, что две работы он подарил госпиталью в Австралии и больнице. Ну а все остальные работы приехали к нам. Обещал своим родственникам подарить, но не успел. Виктор Грозный не был профессиональным художником. Наверное, поэтому работы автора часто называют наивным примитивизмом. Его творчеству свойственны свежесть приемов, непосредственность и простота выражений чувств. По этим солнечным картинам сложно догадаться, что искусству живописи Виктор Грозный учился самостоятельно. Вы увидите здесь все работы, которые говорят о том, что композицию он строил профессионально. Колорит у него всегда гармоничный. Но то, что не всегда бывает воздушная перспектива и не всегда бывает, допустим, когда он моделирует цветом свои работы, так это не снижает то, чем он обладал персонально и что он нам показал. Чем ближе знакомишься с этими пейзажами, тем больше экспозиция напоминает иллюстрированную энциклопедию. Экзотика мира – то, что особенно привлекает зрителя. Это наивное искусство, это примитивизм, можно сказать. И, в общем-то, что здесь привлекает, его непосредственное впечатление от окружающей жизни. И больше всего, например, меня здесь привлекает в этих работах его впечатление от природы, от птиц, рыб, зверей каких-то. Я считаю, портреты ему менее удаются. Но чувствуется, что это народное искусство, что это наив такой, но действительно наив, который прочувствовал жизнь и восхищение жизнью. Рядом с австралийскими пейзажами нашлось место и украинским просторам. Ведь даже за тысячи километров от родины Виктор Грозный всегда помнил о ней. Мария Маркелян, Константин Грушко, ТВ5. Червона-Колына снова в Мелитополе. Очередной этап ежегодного всеукраинского фестиваля творчества несовершеннолетних осужденных прошел в местной воспитательной колонии. Это единственное место в стране, где отбивают наказание девушки. В этом году в шоу-программе принимали участие не только воспитанницы, но и дети сотрудников колонии. А ярким финалом праздника стал показ МОД. Фестиваль художественного самодеятельного творчества несовершеннолетних осужденных Червона-Колына. Проходит он уже 24-й раз. Посвящен теме единства. Открывала череду концертов Ковельская воспитательная колония. Дальше эстафету приняли в Мелитополе. Сегодня действительно праздник прошел на очень высоком уровне. Дети готовились, переживали. И мы рады, что его имели возможность посмотреть не только дети сами и родители, но и наши родственники, наши дети. Хочу сказать, что этот праздник, сегодняшний праздник, он немного необычен, потому что в концерте участвовали и наши дети, наши внуки, я имею в виду наших сотрудников. Во дворе колонии импровизированная сцена. Здесь девушки пели и танцевали, разыгрывали сценки и демонстрировали свои актерские таланты. Особенным было это выступление для 19-летней Светланы. У девушки как раз закончился срок отбытия наказания. Эта колония, она заменила мне абсолютно все. Когда я сюда пришла, в принципе, я умела что-то, но не умела там чего-то, именно сейчас чего умею я. Поэтому я благодарна абсолютно каждому и здесь мне очень сильно нравится. Здесь не только участницы фестиваля и администрация колонии. Побывали на концерте и представители государственной пенитенциарной службы. Все говорят о благоприятной атмосфере для перевоспитания, которую создали в Мелитопольской колонии. По данной колонии возвращаются 99% нормальной жизни. То есть это единицы и то даже это может быть за всю историю колонии, которые эти подопечные возвращались в заключение. Это единицы. Поэтому я считаю, что даже за последние 10 лет никто не возвращался. Ну, есть изменения. Я бы не сказала, что большие изменения. Они просто вот тут ей помогли свои лучшие вады, свои лучшие стороны поставить вперед. То есть то, что в ней было хорошего, она его ховала. Вона чему-то считала, как и коло ее друзей, они считали, что это ее слабость. Почему? Не знаю. Ну, может быть, такая молодь у нас маленькая. Финалом концерта в Мелитопольской колонии стал показ мод. Все наряды девушки пошили собственноручно. Также девушки исполнили вокально-хореографическую композицию «Украина-Цемы». Коллектив уверен, что для победы в фестивале Червона-Колына у их учреждения есть все шансы. Евгений Маловик, Артем Довжик, Мелитополь, ТВ5. Джерард проставился. Экс-полузащитник Ливерпуля и сборной Англии уже завоевал сердца болельщиков своей новой команды. Стивен сделал приятный подарок фанатам американского клуба «Лос-Анджелес Гэлакси», за который он будет выступать в скором будущем. В честь Дня независимости США он купил несколько упаковок пива и вручил их каждой из официальных фанатских группировок клуба. В общей сложности поклонники «Гэлакси» выпили 500 банок пива от Джерарда. Руслан Гривицкий пока не баловал своих коллег и поклонников такими подарками, хотя мысль хорошая. Новости спорта далее. Про джентльменский вчинок Криштиана Роналду, наступный бой Володимира Кличка, а также запорезькую надежду в стрибках у воду Маргариту Джусову говорим о сегодня в выпуске. Вітаю! Чергова порция информации для тех, кому еще не набридло слушать новини про Евгена Коноплянку. Виявляється, его контракт із Дніпром дійсне до 31 липня. Через это футболисты не могут официально представить гравцем Севильи. Ранее приеднатися до андалусийцев Коноплянка может лише зі згоди керівництва Дніпра. А повноправным футболистом Севильи он станет аж 1 серпня. Зараз испанцы борются за то, чтобы украинский пивзахисник якомога скорейше приеднался до тренувального процесса. Бо уже 11 серпня Севилья зіграє з Барселоною у Суперкубку УЄФА. Третій пішов. Донецький шахтар продовжує розпродаж бразильців. Півзахисник Фернандо відтепер гратиме в Італії. Самбдорія віддала за футболіста шахтаря 8 млн. євро, а купували його гірники, до речі, за 11. Це вже третій трансфер донеччан цього літа. За бразильців у сумі шахтар отримав трохи більше 50 млн. євро. Але купувати нових футболістів учасник Ліги Чемпіонів не збирається, розповів наставник гірників Мірча Луческо. Ми продовжуємо розповідати про запорізьких спортсменів, які привезли медалі з Європейських ігор. Із бронзою з боку повернулася Маргарита Джусова. Дівчина здобула свою медаль у синхронних стрибках у воду. Спочатку Маргареті не сподобався вид спорту, на який її привела мама. Дівчині тоді було лише 6 років. Вона дуже боялася води, а тим паче стрибків у воду. Але згодом все стало на свої місця. Надалі спорт і тренування стали сенсом її життя. Таких спортсменів не було, сім'я просто, я не знаю, мама повіла, тому що подобалась вода, любила плавати. Мамина любов до води надихнула Маргариту на заняття. У стрибках у воду спортсменка 10 років. У своїй 16 дівчина вже має чималі досягнення не тільки на українських, а й на міжнародних змаганнях. Чемпіонат Європи не вийшло вважати. К жаль, було четверте місце. Многократна побігниця чемпіонату України. На чемпіонат Європи виступала і на вишці, і на трампліні. В усіх дисциплінах спробувала себе. На європейських іграх Маргарита успішно виступила в синхронних стрибках на трампліні 3 метри разом із Діаною Шелестюк. Діана із Миколаєва. Тренуватися разом дівчата почали з січня цього року на зборах. По можливості спортсменка приїжджала і в Запоріжжя. Цей спортивний дует приніс нашій збірній бронзову медаль європейських ігор. За місяць до початку європейських ігор спортсменка дотримувалась режиму тренувань, сну та харчування. На тиждень Маргарита мала по 11 тренувань. Проходять вони не тільки на воді. Спортсмени відточують свою майстерність і в залі. Це необхідно для підтримання фізичної форми. Така підготовка дозволила запоріжцям гідно виступити на європейських іграх. Хоча хвилювання брало своє. Було страшно, було не як завжди. Чувався напор зрителів, дуже багато людей було. Звісно, перший раз на таких соревнованнях це не схоже на звичайний чемпіонат Європи. Більш масштабно. Зараз у Маргарити процес відновлення, але про тренування вона не забуває. Займаються спортсмени весь рік, тільки зараз навантаження трішки менші. Вже скоро спортсменка поїде на збори до Києва. Там вона буде готуватися до чемпіонату Європи. Його приймає Хорватія. А вже наступного року у Мексиці проходитиме чемпіонат світу. На ньому Маргарита хоче вибороти золото. Оксана Якименко, Дар'я Зирянова, ТВ5. Юнацька збірна України із чотирма запорізькими футболістами розпочала свої виступи на чемпіонаті Європи Ю-19. На жаль, в першому матчі українці не виправдали сподівань. Команда Олександра Головка поступилася господарем молодіжного Євро Грека. Букмекери вважали фаворитом нашу збірну, але на футбольному полі все вирішилось інакше. Українці підвела реалізація, а от Еліни на контратаках зіграли бездоганно. Вже вкотре тактика греції від оборони приносить їм результат. Шкода тільки, що постраждали від неї українці. Наступний матч підопічні Головка зіграє 9 липня проти Франції, яка на відміну від України свій поєдинок у австрійців виграла. Володимир Кличко вийде на ринг 24 жовтня, а його суперником стане Тайсон Фьюрі. Сьогодні обидві сторони офіційно підтвердили інформацію. Після цієї новини Тайсон Фьюрі довго не міг заснути. Після опівночі у своєму твіттері британський боксер написав «Дуже хвилююся, лежу і не можу заснути. Я довго йшов до цього у кар'єрі, були злети і падіння, але я залишаюся сильним». Зазначу, що на професійному ринзі Фьюрі провів 24 поєдинки і всі виграв. В Запоріжжі пройшов п'ятий тур чемпіонату міста з пляжного волейболу. За перемогу на змаганнях боролися місцеві команди, спортсмени з області та інших міст України. Про всі подробиці туру – далі в сюжеті. На майданчику «Яблуко» ніде впасти. Шанувальників пляжного волейболу в Запоріжжі стає дедалі більше. Це відзначив і Володимир Буряк. Він побував на відкритті п'ятого туру змагань. «Мені приємно бачити хорошу, здорову молоді жорода Запорожжя, що є для цього ентузіазди, які розпространюють, поощряють цей вид спорту. А комбінат «Запоросталь» всі ці починання підтримують. Потрібно розвивати, розвивати молодіжний спорт, розвивати фізкультуру, потрібно робити інфраструктуру в місті для розвитку всяких видів спорту, в тому числі і волейболу». Змагання отримали допомогу як фінансову, так і матеріальну. На майданчику для гри у волейболу становили спеціальну огорожу. «Такі види спорту, як волейбол, пляжний, він практично не має в місті Запорожжя свого розвитку. Тому комбінат і я вирішили підтримувати цей турнір і будемо підтримувати його в далі». Змагання, які раніше гідно конкурували з турнірами рівня Чемпіонату України, тепер отримали новий вектор розвитку. Усе завдяки ентузіазму організаторів. «На цьому турнірі в нас є допомога, і ми дуже вдячні Володимиру Вікторовичу, що ми, наконец-то, вже відчуваємо себе не одинокими, що в нас є підтримка, і ми можемо якісь питання ставити на більш високому рівні». Тур розпочався, і команди із задоволенням взялися за справу. «Ура!» Чемпіонат Запоріжжя – турнір відкритий. Сюди приїздять учасники навіть із інших областей. Віталій Гиря тренує дітей у Вільнянську. Для його підопішних запорізькі змагання – можливість підтримувати форму і набувати досвіду. «Построїли пару площадок, але вони заросли, іми не займається ніхто, і тому, звісно, в нас це величина проблема. І тому ми дуже раді і дуже благодарні за таку можливість поіграти нам тут рядышком, дуже удобно». П'ятий тур чемпіонату став особливим через кількість учасників, а це 33 чоловічих і 19 жіночих команд. «Сьогоднішній турнір рекордний по кількістю участвуючих команд. Це нас радує. Пляжний волейбол дуже популярен в місті Запорожжя. Сьогодні соревновання проходять дуже цікаві, пари дуже цікаві. Під'їхали пари з Бердянська, з Мелітополя, з Орєхова. Географія наша розширяється». Святковий настрій додав видовищності матчам. Переможцем і призерами туру серед чоловічих команд стали «Мотор-77», у Ріхова-Сімферопольська пара «Ралінда» і Бердянські «Коршуни». У жінок перше місце посів дует «Грезі». Другий і третій дісталися командам «Дельта» та «Іриски». Далі в чемпіонаті настає пауза, поновиться він у серпні. Українські легкоатлети зберегли за собою місце у суперлізі. У Франції на Кубку Європи з багатоборств наші спортсмени посіли четверте командне місце. На цьому турнірі головним є саме командний залік. Від нього і залежить, у якому дивізіоні буде виступати та чи інша країна. Українка Аліна Федорова зуміла виграти змагання багатоборок. Вона захопила лідерство від самого початку і тримала перше місце до останнього виду. Запорізький легкоатлет Олексій Касьянов також заробив для збірної чимало очок. У змаганнях десятиборців вихованець спортивного клубу «Металург» обійшов усіх, окрім росіянина Іллі Шкуренєва. Олексій ІІ. Його дружина Ганна Маліченко-Касьянова, яка також представляє Запоріжжя, перепинила свій виступ після третього виду через травму. Рубаха хлопець Криштиан Роналду. Зірковий футболіст знайшов чужий телефон і запросив власницю на вечерю. Зустрітися із португальцем пощастило симпатичній блондинці. У соцмережах Остін Валтенхюльм написала «Погані новини. Два дні тому я загубила свій телефон. Гарні новини. Його знайшов Криштиан Роналду і запросив мене на вечерю». Судячи із фото дівчини, ще невідомо, кому тут пощастило більше – Остін чи Криштиану. І на цьому в мене все. Приємного відпочинку. Батмен, Супермен или Железний Человек? Нет, Александр Полли. Именно так зовут этого молодого человека. Весь мир его знает как отчаянного смельчака-экстремала. За ним числится немало трюков, но в этот раз он превзошел сам себя. Свою целью спортсмен выбрал небольшую узкую арку в испанской горе Монсеррат. Он прыгнул с вертолета, облачившись перед этим в костюм-крыло. В полете, разогнавшись до скорости 250 км в час, он пролетел сквозь узкую щель в скале. Местные жители называют ее «пещера Бэтмена». Александр – первый человек в мире, кому удалось совершить нечто подобное. Этот трюк считается наиболее опасным даже среди самых безумных спортсменов-экстремалов. И это была последняя информация. Напоминаю, все актуальные новости города и области ищите на нашем сайте tv5.zp.ua. Если вы хотите поделиться с нами информацией или рассказать о проблеме, пишите главред.tv5.zp.ua. В студии работал Игорь Белышев. Всего доброго.